Будет определенная корректировка планов Варшавы и в отношении с Украиной. Здесь мы, конечно, увидим более скептическое отношение со стороны правительства ТУСКО. Украинцы пытаются обойти всеми способами преграды уже на железнодорожных платформах, отправляют свои фуры, поэтому решение будет какое-то, не совсем понятно, в чью пользу. Мы видим, как сейчас Зеленский, он и раньше ездил и метался в поисках помощи, но сейчас его ветры этого поиска занесли вообще в далекую Аргентину. Вспомнить, да, для Беларуси 2023 год – это год Африки. 9 часов 12 минут в Беларуси. Это только шоу-будни. Здесь в этой студии будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит у нас в стране и за ее пределами. Напомню, что на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, уже есть ссылка для видеотрансляции. Уже стартовал стрим из этой студии, поэтому обязательно присоединяйтесь к нам. Смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Кстати, слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Заходите, жмите play и к нам присоединяйтесь. Ну и готов представить сегодняшнего гостя. Это декант факультета журналистики БГУ Алексей Беляев. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Тем более у вас такой вкусный кофе в студии, да еще и по-бразильски с холодной водичкой. Старались, чем могли, да. Ну что же, начнем с темы, которая касается наших соседей. Конечно же, события в Польше так пристально сейчас в информационном поле обсуждаются. Ведь действительно, ну, на данном этапе можно говорить о том, что, знаете, такой финал эпохи господина Моровецкого. Ожидаемо он не получил доверия в новом польском сейме. Уже даже какой-то и скандал там случился, вот о нем чуть позже поговорим. Но в целом, да, то есть, если я не ошибаюсь, 2015 года, да, наверное, вот на данном этапе, значит, в таком составе правительство существовало. Было очень много вопросов, было очень много таких болезненных точек, о которых мы здесь тоже в этой студии не единожды говорили. Но сам факт того, что все-таки вот ожидаемо, значит, доверие не получено. Что будет происходить, на ваш взгляд, и почему так случилось? Ну что, теперь ждем президентских выборов, во-первых. Во-вторых, конечно, когда президент принадлежит к одной партии, и правительство при этом принадлежит к представителям других оппозиционных партий, когда парламент, по сути, обладает большинством для того, чтобы блокировать решения президента, то, конечно, эта ситуация кризисная. И мы, в принципе, об этом говорили в этой студии не так давно, что Польша ожидает политический кризис в связи с тем, что нынешняя политика правящего режима, а, в принципе, это тут не только вопрос был к правительству. Правительство – это технический секретариат сегодня в Польше от некогда правящей партии «Право и справедливость», которая формально все равно имеет больше голосов, чем другие партии, но не имеет конституционного большинства в польском Сейме. И вот как раз отсутствие этого конституционного большинства привело к тому, что вначале были эти все такие клоунские попытки затянуть время, назначение правительства, которое априори не имело бы успеха и не было бы утверждено. Но вот время потянули сколько могли, в результате все равно туск премьер, и в ближайшее время будет формировать правительство, исходя из своих политических предпочтений. Понятно, что для нас, например, для белорусов, сильно больших изменений в польской политике в связи со сменой правительства не предвидится, но я так понимаю, что будет определенная корректировка планов Варшавы и в отношении с Украиной. Здесь мы, конечно, увидим более скептическое отношение со стороны правительства Туска к возможности оказания Украине прямой военной помощи. Никто, конечно, сейчас в Польше не будет отказываться от того, чтобы попытаться использовать ситуацию в свою пользу и что-то оттяпать у Украины, но поддержка Украины, безусловно, снизится. Я думаю, что также тут возникнут определенные вопросы. Может быть, правительство снизит градус накала с другими своими соседями, с той же Германией, попытаются отойти от конфронтационной политики, связанные с требованиями репарации, которую право и справедливость продвигали. Кстати, вот по поводу Германии, там уже, извините, вас перебью. Вот в финале заседания Сема, интересный факт, уже видео разлетается в интернете, значит, господин Кочинский, напомню, на данном этапе ворвался на трибуну, оскорбил Дональда Туска, который произнес короткую речь после своего избрания премьер-министром. Итак, цитаты, я не знаю, кто были твои бабушка и дедушка, но знаю одно, ты немецкий агент, просто немецкий агент. Ну и депутаты этого партии, партии ПИС, начали скандировать в Берлин. Что происходит? Что-то гнается. Ну вот что. Ну потому что, на самом деле, Туск, наверное, проработавший много лет в структурах евробюрократии, возглавлявший, можно сказать, в какой-то части Евросоюз, больше понимает необходимость такой адекватной политики со своими соседями и с главными европейскими спонсорами. Он-то прекрасно осведомлен, откуда поступают деньги в польский бюджет. Поэтому я думаю, что как раз его желание вернуть нормальные отношения с Германией, они как раз проявились в этой неадекватной выходке польского партийного лидера. Конечно, это тоже все игра на публику. На самом деле, в Польше и при праве и справедливости немецкие интересы достаточно сильно были представлены. И не секрет, что и значительная часть польской прессы, значительная часть польской промышленности являются подконтрольными Германией. Но при этом такое было историческое противостояние. И вот эта игра на публику, связанная с требованием репарации, которая устроила право и справедливость. Сейчас, конечно, все войдет в более приличные рамки. Но я думаю, что на западном векторе у Туска получится лучше. То есть, возможно, для самой Польши... Не забывать, откуда он сам вышел. Да, но я имею в виду, что для Польши, возможно, это и лучше. Потому что могут пойти какие-то там новые реальные инвестиции. Те же западные инвесторы не побоятся теперь потерять свою собственность. Но, конечно, право и справедливость будут давить на польский патриотизм. Тут тоже надо понимать, что партия так просто не остановится. Они будут стараться тогда на следующих выборах все равно продвинуть своего президента партийного, чтобы оказывать влияние на политическую ситуацию в Польше. И еще раз повторю, не надо забывать, что пока это крупнейшая партия в парламенте, хотя и не имеющая конституционного большинства. Как повернется дело дальше? Какие могут быть выстроены коалиции? Тут тоже такой вопрос. Поэтому, безусловно, ПИС как партия консервативная, как партия, ориентированная во многом на такие глубинные, ксенофобные в какой-то степени взгляды части польского общества, она пытается это использовать. А подобный раскол, конечно, будет не очень приятен с таким более либеральным, более левым и более, наверное, таким открытым для мира представителем гражданской платформы и других вступивших с ней в коалицию партий. Но можно ожидать, что Польша смягчит свою позицию в части мигрантов и пойдет на уступки Евросоюзу, начнет все-таки принимать по этим квотам. И, возможно, есть такая надежда, что, может быть, немножко снизится накал на белорусско-польской границе, связанной с этим абсолютно таким жестким выдавливанием беженцев. Но это такие надежды, которые не обязательно будут подтверждаться и реализовываться. Хорошо. Ну, скажите, ну, а в целом, скажем так, вот то, что касается, опять же, вот геополитических амбиций Польши, что-то изменится или же нет? Нет, ну, как Польша претендовала, так она и будет претендовать на то, чтобы в регионе Восточной Европы быть крупнейшим государством, претендующим на некое политическое лидерство, экономическое лидерство. Вишеградская группа под руководством Польши, она существует. Никто не отменяет польских планов по поводу создания санитарного кордона вокруг России и взаимодействия с прибалтийскими государствами, с Украиной в этом плане сохраниться. Будут, безусловно, никуда не делись из Варшавы и продолжают поддерживаться соответствующими службами и спецслужбами, и пропагандистскими службами. Продолжают поддерживаться суполки наших беглых товарищей, которые работают сейчас против Беларуси. Вот никуда не денется ни ТВ Полония, ни действующий при нем Белсад, Белсад, экстремистский канал, который ведет антибелорусскую пропаганду. Поэтому в этом плане серьезно каких-то изменений ожидать нам не приходится. Кстати, а то, что касается первых проблем. Опять же, уже говорят о том, что Туску самая первая проблема, которую нужно будет решать, это ситуация на границе польско-украинской. Мы видим, что разрастается конфликт. Дальнобойщики присоединились и так далее. Подобное, как бы протест разрастается. Вот вызов такой, первый получается. Ну, я думаю, что здесь все-таки проблема существует. Реальная проблема, которая очень многих перевозчиков, автоперевозчиков в Европе поставила в такие непростые условия, потому что конкурировать с людьми, которые меньше платят, которые меньше нанесут ответственности, социальные и финансовые нагрузки, тяжеловато. Поэтому я думаю, что одна Польша, во-первых, не решит этот вопрос. Польша будет продолжать выстраивать свои отношения с Украиной с точки зрения своих интересов. Поэтому требования мы видели и при праве и справедливость были в отношении польского зерна и в отношении этих польских автоперевозчиков, точнее, украинского зерна и украинских автоперевозчиков, которые наносили удар по польским рынкам соответствующим. Вот здесь я не думаю, что будет очень какая-то серьезная подвижка, пока не будут приняты общие решения в рамках всего Евросоюза. Возможно, Брюсселю придется пойти на все-таки определенное квотирование присутствия украинских автоперевозчиков в рамках европейского рынка, чтобы снять вот эту напряженность. Но мы видим при этом, что те же украинцы пытаются обойти всеми способами преграды уже на железнодорожных платформах, отправлять свои фуры. Поэтому решение будет какое-то, не совсем понятно, в чью пользу. Но, конечно, реагировать надо, потому что сейчас, правда, есть у Дональда Туска определенный период, определенный временной лаг, когда он может делать все, что заблагорассудится, потому что, избрав правительство, у него обычно всегда первый год, это год, когда его не трогают. Поэтому тут еще есть какие-то варианты для развития событий. Можно на некоторые проблемы и подзакрыть глаза. Но то, что вообще в целом проблема Украины, учитывая серьезную ситуацию на фронте, учитывая то, что снижается ресурсная поддержка со стороны главных спонсоров, и как раз могут попытаться переложить эту поддержку и ответственность за то, что происходит на территории Украины, переложить именно на Польшу, как ближайшего соседа. Мы знаем, это такой ближайший сосед и друг с камнем за пазухой, ножом за спиной. Но пока что, возможно, Польша хочет использовать этот момент, превратиться в такой аккумулятор, хаб денежных средств и иных каких-то средств для помощи Украины. Ну, понятно, что часть оставит себе. Возможно, такое развитие событий. То, что касается помощи на Украине, уже действительно говорят о том, что официальное уже заявление бюджетного офиса Белого дома, администрация Байдена уже несколько месяцев не может провести новый пакет военной помощи через Конгресс. Вот каковы перспективы для Киева, если поддержка эта, либо она будет уменьшена, либо вовсе? Киевский институт, там, проблем мира, который занимается войной, посчитал, что в настоящий момент там на 80 с чем-то процентов снизились обещания поддержки, которые давались ранее. То есть сейчас ни Соединенные Штаты, ни крупнейшие страны Евросоюза не готовы пока вкладываться финансово. Мы видим, что идет ограничение очень сильное по обещаниям и финансовой, и, собственно, военно-технической помощи, и гуманитарной помощи Украине. Конечно, это тяжелый знак. Мы видим, как сейчас Зеленский, он и раньше ездил, и метался в поисках помощи. Но сейчас его ветры этого поиска занесли вообще в далекую Аргентину, где ему сразу в лицо сказали, извините, денег нет, ну, спасибо, что приехали, вот, он сейчас пытается всеми правдами и неправдами давить на Соединенные Штаты после своего эпического провала, когда ему не дали выступить в Конгрессе, и особенно сейчас в преддверии вот этой ожесточенной предвыборной борьбы, которая идет в США за президентское кресло, он понимает, что если придет к Трампу, то поддержка Украине будет очень сильно обрезана, поскольку там и личные моменты отношений, мы помним, как и в первой кампании выборной Украина делала ставку не на того, работали против Трампа, это еще было при Порошенко, да, вот, потом вот во второй этой кампании тоже и сильная поддержка и, по сути, присутствие интересов семьи Байденов на Украине, участие в той же вуризме, да, все это, все это, конечно же, приведет к тому, что реально при победе Трампа финансовые каналы для Украины здесь будут просто минимальными. Кстати, вот опять информация появляется, Палата представителей США 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдена, вот опять же, вот эта тема всплывает, не на пустом месте, судя по всему. Ну, и Трампу объявлять хотели импичмент, и Байдену, у них эти вопросы периодически поднимаются, но, конечно, голосование, во-первых, не факт и, скорее всего, что оно закончится не в пользу импичмента, да, но даже если будет принято решение, то есть это решение будет о возбуждении процедуры, потом оно должно еще быть поддержано Сенатом, потом уже будет сама процедура, то есть настолько долгая песня, что в реальности тут Байден или потеряет свое президентское кресло по естественным причинам, проиграв выборы или просто померев от него всего можно ожидать сейчас, очень уж физически сдал, это явно видно. Ну, процедура, конечно, сама по себе является частью вот этой политической борьбы, политического шоу, которое проходит в США, и оно как раз показывает, что сегодняшние правители, номинальные правители Америки, президент, Белый дом, это не популярные сегодня фигуры, которые не только среди избирателей, да, но и среди высшеполитической элиты сегодня вызывают очень много вопросов. Кстати, то, что касается вот Европы, опять же, да, вот мы здесь говорили не единожды в студии, что США будут пытаться заставить Европу помогать Украине, но мы видим, что... Понимаете, тут тоже не заставить Европу помогать, а переложить ответственность, потому что в интересах США, конечно же, продолжение конфликта на Украине, более того... Но не за свой счет. Да, но они пытаются этому способствовать. Появилась сейчас информация, что они посылают какого-то высокопоставленного генерала для того, чтобы он находился там в зрительной командировке, чтобы он выработал новую стратегию, как Украине противостоять России, чтобы привлек к разработке этой стратегии или стратегий, привлек европейский генералитет, там будут устраиваться какие-то военные игры, военные учения, не крупные маневры, а именно штабные учения по разработке новых планов, как вести войну. То есть США, конечно же, не отказываются, и сегодня для них очень важно, чтобы конфликт на Украине продолжался. Но ресурсов реально вести этот конфликт, особенно учитывая, что есть проблемы на Ближнем Востоке, особенно учитывая, что сейчас могут возникнуть вопросы с Китаем. Ресурсы надо экономить. Поэтому перебросить ответственность, переложить, так сказать, финансовое бремя, военное бремя непосредственно на европейцев, оставив общее стратегическое руководство, которое не требует много денег, но при этом интеллектуальные ресурсы США, все эти фабрики мысли, штабы, они продолжают работать на то, чтобы этот конфликт существовал, и чтобы он наносил как можно больше урона сразу многим сторонам, не только России, но и той же Европе, втягивая в длительное противостояние, Европа остается на крючке у США. Глобальная вообще большая командировка президента, такое международное турне. Вот давайте даже посмотрим, наверное, чуть вот даже не в деталях пока на старте, да, конкретную страну, а в целом вот даже сейчас на данном этапе. Как вообще посмотреть вот свыше на визиты президента там Китай, Африка, Ближний Восток, вот такие глобальные охваченные страны, континенты, что это вообще означает для нашей страны? Ну, во-первых, надо вспомнить, да, для Беларуси 2023 год это год Африки. У нас начиналось, по сути, наш политический год с визитов президента туда, да, и заканчивается. И при этом мы видим, что новые государства, мы видим, что это не просто новые знакомства, а мы видим, что приехав, уже подписываются там более 70 соглашений в одной отдельно взятой стране. Мы слышим заявление президента, он не любит разбрасываться голословно, что завтра начинаем копать землю и что-то там строить. Поэтому, конечно же, мы реализуем вектор развития нашей внешней политики, нашей внешней торговли, вектор такого разворота на азиатское направление, африканское направление. То есть, по сути... Да, это поворот на глобальный юг. И мы видим, что сейчас, безусловно, в тех международных процессах, которые происходят, роль глобального юга резко возрастает. Мы видим, что уже в глобальный юг переходят основные возможности развития, что сегодня там уже, в той же Азии, производится уже более 50% мирового ВВП. Она уже перешла границы, переплюнула страны золотого миллиарда, этот глобальный север, так называемый. Мы видим, что сегодня и политически усиливается значение этого вектора. Ну и мы чувствуем, как Африка пробудилась уже, она не пробуждается, она уже пробудилась. Много очень было в этом году свидетельств отказа от своего колониального прошлого и разрыва со своими прежними колониалистами-владельцами, как с той же Францией, которая потерпела фиаско в целом ряде государств. Мы видим, как сегодня звучат все больше голоса африканских стран, предоставить им больше прав и больше возможностей в организации объединенных наций. Беларусь поддерживает в этом плане африканские государства, чтобы они получили достойное представительство, в том числе и в плане реформы Совета безопасности ООН, например, получили там свое место. Ну и с другой стороны, для Беларуси это очень важный момент диверсификации своих рынков сбыта продукции, источников возможного сырья, потому что страны, посещаемые нашим президентом, та же Экваториальная Гвинея, это безусловно один из серьезных таких сырьевых лидеров, там имеется много интересующих нас сырьевых ресурсов. А с другой стороны, мы видим, что та же Конго, которая посетил президент последним, это страна, которая нуждается в нашей промышленной поддержке, страна, которая достаточно хорошо сама себя и других обеспечивает сельскохозяйственными продовольственными ресурсами, но при этом не имеет производства самых нужных, необходимых вещей, которая вполне готова стать потребителем нашей техники, в том числе и сельскохозяйственной, которая им необходима для расширения производства, которая готова быть потребителями наших строительных услуг, которая готова стать в том числе и таким хабом, сборочным цехом и хабом по обслуживанию белорусской техники на африканском континенте. Мы уже заходим с этими предложениями в несколько африканских государств в этом году. И уже имеем реальные... Ну, кстати, вот то, что касается Киний, да, вот по большому досчету, опять же, главное, что сказал президент, это только начало, да, то есть есть уже, конечно же, конкретное направление, уже появляется информация, что договорились о конкретных поставках, но самое главное, что к официальному визиту, да, то есть будет уже такой конкретный план Да, то есть это первый визит, неофициальный, да, это надо отметить. А когда будет официальный визит, он уже будет завершаться подписанием каких-то серьезных договоренностей именно на таком глубоком стратегическом уровне. И да, сейчас даны указания ведомствам и кенийским, и белорусским для того, чтобы проработать максимально возможное направление сотрудничества. И я думаю, что это будет сделано в ближайшее время, потому что правительство не расслабляется, и в условиях санкционного давления со стороны Запада, в условиях реальной рыночной конкуренции, которая существует в мире, приходится крутиться, вертеться, и Беларусь при этом демонстрирует очень хорошие показатели вот этого участия в рыночной гонке. То есть на международных рынках мы ищем и находим свои ниши, свои возможности. Вот как раз Африка одна из подобных вещей. Я думаю, что здесь еще важно, почему обратить внимание, что лично президент занимается продвижением белорусской продукции, продвижением Беларуси как бренда в целом, потому что, конечно же, есть своеобразие специфика культуры, да, то есть африканские государства отличаются от европейских. И здесь, возможно, как раз надо презентовать себя с как можно большей помпой, да, показать, что у нас будет поддержка подобным проектам на самом высоком уровне, потому что есть определенные вопросы там и с коррупционной составляющей, есть вопросы определенные с доверием, да, как бы знают, не знают нас в Африке. Поэтому поддержка на высшем государственном уровне, главой государства лично всех этих проектов, это один из залогов успеха. Но по поводу коррупционной составляющей поспоривал? Все-таки Беларусь, скажем так... Я не про белорусскую сторону, да. Я как раз про то, что мы должны понимать, у каждого региона есть свои особые специфические моменты. Белорусы как раз привыкли больше работать в такой спокойной, да, открытой обстановке, честной вот этой борьбы и конкуренции. Но при этом необходимо защищать и свои инвестиции, необходимо защищать и свои вот эти продвигаемые проекты. Ну, давайте говорить прямо, на данном этапе как бы Беларусь ждут в Африке, да. Я вот смотрел, когда готовился к эфиру, уже, знаете, такие заголовки звучат, если уже брать детально какие-то вот направления, да, говорят о том, что Беларусь может стать гарантом продовольственной безопасности в Африке, да. Ну, тоже, да, надо понимать, что такое. Мы не повезем туда белорусские продукты в целом, да. Беларусь может обеспечить африканский континент удобрениями. Беларусь может обеспечить африканский континент сельхозтехникой. Беларусь может обеспечить африканский континент аграрными технологиями, которые у нас разрабатываются, и помочь. Там земля-то плодородная, да, вот в тех районах. Технологий не хватает. Не хватает именно вот этих моментов. Ну, понятно, что какую-то часть мы сможем заполнить. Та же, например, экваториальная Гвинея, с которой начинался сейчас визит, она как раз очень емкий рынок в плане продовольствия, потому что у них в основном обрабатывающая и добывающая промышленность работает, а сельское хозяйство составляет порядка 2-3% от общего ВВП. У них есть очень большие потребности реально просто в продуктах в том же зерне и в продуктах глубокой переработки, там консервы, мясная продукция какая-то. Поэтому здесь прямой рынок сбыта. Если говорить о других странах, там и Конго, и страны, посещенные президентом ранее, то там как раз очень большой интерес именно с этой технологической стороны, с точки зрения поставок нашей сельскохозяйственной техники, которая, наши тракторы Белоруссии, продукция Гумсельмаша. Все это сегодня будет востребовано. Ну, то есть, о чем говорил президент, это не значит, что мы прямо везем, продаем и уезжаем, то есть, да? Нет, мы приходим надолго, во-первых, да. Президент сам сказал и подчеркиваю много раз, что это предложения со стороны Беларуси делаются, во-первых, не благотворительность, мы, конечно, тоже хотим заработать, но это и не колониализм, попытка использовать чужие ресурсы. А это взаимовыгодное сотрудничество, основанное на партнерстве, доверии, основанное именно на учете взаимных интересов. И Беларусь идет как друг, идет, уже об этом тоже неоднократно говорилось, без негативных воспоминаний, негативного бэкграунда, у нас не было каких-либо там столкновений на почве колониализма. То есть, мы для африканских государств абсолютно как бы внешне открытые игроки, которые никогда здесь ничего плохого не делали, поэтому доверие к нам большое. И плюс к этому уже есть определенные показатели сотрудничества, есть определенные показатели прихода, там, белорусские тракторы знают на территории Африки, они там работают. Вот Беларусь совместно, особенно в рамках союзного государства с Россией, тоже так или иначе присутствует в информационном пространстве. Слушайте, ну давайте говорить прямо, знают нашего президента, потому что, опять же, вот вспоминая саммит, мы видели, как тепло встречались, как тепло говорили, да, то есть было видно, что президент привлекает внимание, его знают в мире, да, и импонирует его позициям. Да, он много раз выступал на разных площадках, его ООН, с трибуны ООН не стеснялся говорить правду в глаза, и вот на последнем климатическом саммите Дубая тоже он всю правду матку врезал. И, конечно, странам африканского континента, азиатского, странам этого глобального юга очень интересно слышать здравые, трезвые рассуждения о том, кто истинный виновник нынешних мировых проблем, и предложение, как эти проблемы вместе преодолевать. Причем не просто предложение там «давайте», а предложение, что давайте мы вам сделаем это, 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 то есть конкретные программы, конкретные предложения по реализации сотрудничества, да, нету никакого желания там что-то скрывать, прятать, как Запад, не давать там технологии. И наоборот, мы готовы поделиться, мы готовы предоставить свой интеллектуальный потенциал, которого очень не хватает часто в этих странах, поэтому здесь, конечно, именно эти моменты привлекают. На данном этапе Беларусь, в принципе, помогает африканским странам вообще в целом быть независимыми, потому что вот когда ты владеешь технологиями, когда у тебя есть производство, когда ты сам себя обеспечиваешь продуктами питания, это сейчас я говорю уже почти и про нашу страну, да, и одновременно про страну. То есть можно говорить, Беларусь экспортирует модель собственной государственности, экспортирует модель собственного суверенитета, сегодня предлагает такие, ну, понятно, что не навязывает, а именно предлагает в качестве образца и готова поделиться в случае желания у наших партнеров своими образцами и политико-экономического устройства. Пожалуйста, мы не стесняемся этого, мы считаем, что у нас есть серьезные успехи в этом направлении за уже более чем 30-летнюю историю независимости. Ну что ж, спасибо огромное, время наше подошло к завершению. Самые яркие цитаты из сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-радио 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был Алексей Беляев. Алексей, спасибо огромное за имя и разговор. Спасибо вам, да, хорошего дня нашим слушателям. Снежного, зимнего дня. До встречи в будни. Спасибо.